Тысячу лет назад, с наступлением Ночи Сварага, на западных территориях происходил процесс захвата и объединения земель и народов. Когда народу не получалось поработить, их полностью уничтожали. Так были уничтожены многомиллионные родовые союзы Лютичи и Венедов, населявшие западные земли. В Европе остались в основном сломленные народы. Это был геноцид, настоящая резня. Некая политическая сила, проявление которой мы наблюдаем в действиях католической церкви, делила народы на куски, стравливала между собой, ослабляла между усобиц. Именно тогда начал применяться принцип, разделяя властвы. Затем эта же сила собирала все подвластные народы в единый кулак и бросала на уничтожение оставшихся. Сопровождала все насаждением христианства, рабской религии. После того, как эта сила утвердилась на пепелище, понадобилась эпоха Возрождения. Так огнем и мечом, ложью и предательством, была врезана в живое тело народов. Католическая религия, идеология, образ жизни, иная цивилизация, цивилизация рабства, лжи и нищеты. Рабовладельческая цивилизация. Среда обитания идеальна для социальных паразитов. И назвали ее Европа. Это по своей сути не самодостаточная цивилизация. Для поддержания жизни ей всегда нужны были очередные жертвы. Когда доедали своих рабов, то шли на захват соседних народов. А там было изобилие. Вольная Асия. Асия – дом народов, носители исконной ведической цивилизации ведросы. Где никогда не было рабства и нищеты. Где все сотворялось своим трудом. Где воля и мастерство ценились выше золота. Это наша цивилизация асов. Или азиатская, как пытаются сейчас переначить и перевернуть смысл. Не китайская, не монгольская, не японская, а наша ведическая. Асия всегда активно сопротивлялась европейской экспансии. В 13 веке зачистили от рабской заразы московское княжество. Но это назвали якобы татаро-монгольским нашествием. На самом деле, свободные асы, населявшие восточную тартарию, просто вернули свои земли и дали народу свободу. Ударные силы Европы ушли под лед Чудского озера. Получается, московское княжество, которое было по дыгам якобы тартарии, на самом деле освобождено тартарией от московского рабовладельческого строя, управляемого из Ватикана. Но уже в 17 веке территории давно ослабляемой христианизации не устояли. Московское княжество и подвластные ему стали обозначаться на картах как европейская тартария или просто Европа. Фронт в войне цивилизаций пополз на восток. В 1720 году Татищев якобы предложил провести границу между Европой и Азией по Уральским горам. На то время это была именно политическая граница двух миров. Давление на восток продолжалось в 1775 году в результате поражения освободительной армии Асии Великой Тартарии, которую мы знаем как Пугачевское восстание. Европейская цивилизация рабства и наживы преодолела остатки организованного сопротивления, наспех застолбив захваченные территории. Новоиспеченная Российская империя приступила к зачистке следов великого противостояния. У себя внутри это было технически несложно. Например, захваченные бумаги Пугачевского штаба, указы, распоряжения, грамоты были надежно укрыты от посторонних глаз. Остальное сделала пропаганда. Александр Сергеевич Пушкин спустя всего 50 лет по великому блату получил доступ к этим бумагам. И это еще вопрос, что ему показали. А оригиналов даже этих якобы пугачевских указов отыскать пока не удается. Зачистили так тщательно, что уже в 18 веке элита новых поколений пощенячили безила перед якобы просветленной Европой. И презирала грязную, темную ассиатскую помойку, в виде которой представлялась им неосвоенная Россия. Но следы великого противостояния слишком прочно вошли в оборот во всем мире. Сохранились в названиях в разных языках для глинокарты. Как это скрыть? Вот тут и пришла на помощь география. Тогдашние европейские географы были очень практичными и причастными к большой политике людьми. Поэтому соврали легко и грамотно. Все, что раньше разделяло две цивилизации, армия, государство, договоры, ушло в небытие. Великие полководцы стали бородатыми разбойниками. Империи превратились в борющие враждующих князьков, большие города, в недавно срубленные сторожевые остроги. А в географии появились две новых части света. По замыслу авторов подлога, не только от русов должны быть скрыты политическая подоплека вопроса, но и от всего мира, и в первую очередь от европейцев. Они не должны знать, что множество якобы независимых европейских государств — лишь вывеска. Нельзя показать, что всей Европой управляет одна сила, и нельзя допустить возрождения забытых ведических традиций. Ведь покорение Европы не закончено и по сей день. А там, где противостояли друг другу две цивилизации, осталась только географическая граница. Нет у нее дозоров и сторожевых полков. Стоят молчаливые горы, текут реки. Им все равно. Проходит всего столетие, и Данилевский искренне удивляется географической несуразности. Ему и в голову не приходит поразмыслить над политической трактовкой названия Евразия. Но годы шли, и таких Данилевских становилось все больше. Всеобщая образованность, будьте она неладна, впредь фурсинга такого не допустит. Географы же выродились в кабинетных условиях. Простые смертные начали с ними спорить и задавать неудобные вопросы. Так и появилась настоятельная необходимость подлатать официальную версию. И специалисты вруны высшей квалификации начали наслаивать новую толщу лжи на географический склеп оси Тартарии, который дал многочисленные трещины.